Стандартная процедура оформления протокола в отношении нетрезвого водителя закончилась весьма неожиданно. На полной скорости в припаркованное на обочине автонарушителя влетела иномарка. Как выяснилось, ее водитель также был пьян. Количество алкоголя в шесть раз превышало допустимую норму. Давно не иду. Отдел полиции закончился. Связь разрешите с опознанием. Говоря, что не помнят, как пользоваться алкотестером, 70-летний житель Яковлевского района явно лукавил. Не так давно пьяная езда закончилась для него аварией и лишением прав. Остановленный несколькими минутами ранее водитель иномарки тоже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. В этот раз от освидетельствования мужчина отказался. Ко всему происходящему он проявил полное безразличие. Сразу после ДТП крепко заснул в поврежденном автомобиле. С 1 июля 2015 года вступила в силу статья 204 прим. 1 в соответствии с которой в отношении водителей, которые задерживаются в состоянии алкогольного опьянения в момент лишения их срока или в течение года с момента лишения, или же отказываются от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. Санкции статьи 204 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание для осужденного в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, или же штраф в сумме заработной платы в течение от 1 до 2 лет, или же обязательные работы сроком до 480 часов, и также меры уголовной ответственности. За руль оба водителя теперь сядут нескоро. В отношении виновника ДТП будет возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит до двух лет лишения свободы.